Всем привет! С Вами Криуля Андрей Чарли и в данном видео я продолжаю тесты новых GPU серверов forender.com. Итак, в сегодняшнем видео я покажу Octane Bench тест и тест Octane 3ds Max на примере моей сцены с ежиком. Рендерить буду три разных ракурса, один из которых будет ближним, чтобы создать разную нагрузку на рендере. Чем дальше камера, тем быстрее просчет, чем ближе, тем больше времени уходит на просчет одного сэмпла. Этот вывод я сделал исходя из своих наблюдений. Но сначала я покажу Octane Bench тест, а затем буду рендерить данные ракурсы. Octane Bench тест буду проводить на серверах с 4980T, 31080T и 41080T. Что касается сцены, сначала отрендерю ее на 4980T, а затем по сети подключу остальные два сервера с 41080T и 31080T. Итак, начнем с Octane Bench теста. Итак, Octane Benchmark можно скачать по данной ссылке. Я скачал версию под Windows, так как буду делать тест на данной платформе. Распаковав архив, вы увидите последнюю версию бетчмарка. Чтобы его запустить, кликаем на файл Run Benchmark. В списке отмечаем все видеокарты и нажимаем Run. Итак, в конце бетчмарка вы получите количество очков, которые можно сравнить на сайте Octane Bench, нажав на кнопку View Results. Чем больше это число, тем лучше. Я же в свою очередь засек сколько шел рендер бетчмарка, поэтому в конце видео покажу полученные данные. Сейчас же я покажу рендер своей сцены, а затем запущу Octane Bench на следующих серверах. Итак, настройки сцены выглядят таким образом. Разрешение 1920 на 1080T. Опция CPU Memory выключена, так как сцена не занимает всю видеопамять. Метод редеринга. Path Tracing не примеси, так как здесь нет сложной физики и каустики. В основном всегда его использую. Parallel Samples поставил на максимум, чтобы ускорить рендеринг. Но учтите один момент. Увеличение данного параметра ускоряет рендер, но также и потребляет больше видеопамяти. Поэтому, если сцены ее не будет хватать, скорость рендера наоборот упадет. Так что с этой настройкой будьте осторожны. Также включил Adaptive Sampling для ускорения просчета. В настройках сэмплинга поставил 2000 сэмплов, так как в основном именно этого значения достаточно для финального результата в большинстве случаев. Возможно, для этой сцены понадобится не больше 500 сэмплов, но я поставил специально максимальное значение для теста скорости просчета. Настройки камеры стандартные. Ничего сложного. Loot Filter RSX2 CD200. Сразу включил постпроцессинг, чтобы еще немного нагрузить рендер. Для DOF Aperge 0.1 F100 2.8. Это все, что я хотел рассказать о настройках. Выбираю первый ракурс, нажимаю правую кнопку мыши и запускаю Octane Viewport. Итак, рендер данного ракурса занял 5 минут 51 секунду. Идем дальше. Следующий ракурс. Итак, на рендер данного ракурса ушло 7 минут 49 секунд. Идем дальше. Итого, ближний ракурс с 2000 сэмплов отрендерился за 10 минут 58 секунд. Теперь я подключу несколько серверов через Octane Slave и посмотрим, как это повлияет на скорость рендера. После чего я запишу Octane Bench на этих серверах и в конце видео покажу сравнительную таблицу. Чтобы настроить рендер по сети, вам нужно зайти в Network Config в настройках рендера и отметить серверы, на которых перед этим нужно запустить Octane Slave. Сначала его устанавливаем с дефолтными настройками, а потом запускаем из папки otoy. Как только вы запустите Slave, сразу же появится командная строка. Если все правильно сделано, в сетевых настройках рендера будет виден данный сервер. На данный момент я подключил 31080T и 41080T. Итого, буду рендерить картинку на 11 видеокартах. Посмотрим, как это ускорит рендер. Запускаю его. Сразу же в правом верхнем углу Octane Viewport вы увидите список сетевых видеокарт. На данный момент у меня их 7. Итак, рендер данного ракурса на 11 видеокартах закончился за 2 минуты 48 секунд. Что в 2 раза быстрее, чем просто на 4980T. Рендерю следующий ракурс. Итак, ближний ракурс отрендерился за 3 минуты 27 секунд. Что в 3 раза быстрее, чем в предыдущем варианте без сетевых видеокарт. Итак, рендерю последний ракурс и смотрю, что получается. Итого, данный ракурс отрендерился за 2 минуты 46 секунд. Что в 2,8 раза быстрее, чем предыдущий. То есть, можно сделать вывод, что подключенные по сети 31080T и 41080T дают прирост в 2-3 раза. По-моему, это очень круто. Итак, с рендером сцены все. Теперь запущу OctaneBench на остальных серверах и покажу сравнительную таблицу. Итак, на 41080T OctaneBench набрал 516 очков. Теперь запущу его на 31080T. Итак, на 31080T OctaneBench набрал 537 очков. Теперь давайте посмотрим таблицу, которую я подготовил после проведения тестов. На таблице мы видим, что прирост после добавления 7 видеокарт составил 109% на первой камере, 169% на второй камере и 182% на третьей камере. По OctaneBench у меня такие результаты. 4980T рендерер медленнее, чем 41080 на 18 секунд. И на 35 секунд, чем 31080T. Я думаю, каждый сам сделает из этого свои выводы. Это все, что я хотел показать в данном видео. С вами был Кривуля Андрей Чарли. Нажимайте палец вверх, если вам понравилось данное видео. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые выпуски. А также включите колокольчик рядом с подпиской для уведомлений. И конечно же делитесь данным выпуском через кнопку поделиться. Всем мир!